Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайные зрители. Сегодня я хочу показать вам, рассказать вам о выстраданной мной технике, как тренировать дельты для того, чтобы не испытывать проблем, для того, чтобы не получить травму, если у вас ее нет, слава богу. И, конечно же, этот ролик будет полезен тем, у кого есть проблемы, кто испытывает боль, дискомфорт в ваших ключевых суставах. Плечевые суставы Сразу это произошло в быту, не от силовых тренировок. И было усилено только уже неправильной техникой жимы в майке, о чем я рассказывал в отдельных роликах. Требуются операции, постоянные боли, но дельты тренировать нужно, потому что я считаю, что дельты это показатель, не грудь, не бицепс, а именно дельты показатель того, насколько серьезно вы тренируетесь. Что делать? Как быть? Я для себя нашел выход в работе с гантелями. Я могу работать с довольно-таки приличными весами, несмотря на то, что у меня травма и боль. Именно за счет того, что гантели, в отличие от работы в тренажере или со штангой, могут вам позволить найти ту амплитуду движения, найти ту биомеханику движения, которая будет удобна индивидуально для каждого из вас. Потому что в этом плане у всех разная растяжка. Все мы разно по-разному закрепощены. И именно гантели дают возможность поработать в максимально удобной с точки зрения кинезиологии индивидуально для каждого человека. Что происходит, когда вы работаете со штангой или в тренажере? Через руки и плечевой сустав, и гриф штанги, либо сам тренажер, происходит определенное закрепощение в тренажере, и штанга диктует вам ту амплитуду и ту биомеханику движения, которая задана тренажером, либо машиной Смита. И штанга не позволяет вам найти то положение кистей, как это бывает при работе с гантелями. Я нашел для себя возможность разворачивать кисти вовнутрь, наружу, и для каждой руки отдельно у меня свое положение. Я нашел то положение, при котором минимально я чувствую дискомфорт. Никогда со штангой, никогда в тренажере вы так не поработаете. Конечно, если у вас есть тренажер по типу кроссовера, тросовый тренажер, когда вы садитесь, беретесь за ручки, вы сжимаете их вверх, там вы тоже можете менять положение кистей и найти удобный для вас вариант. Но все же гантели будут предпочтительнее. Гантель не будет диктовать вам свою траекторию движения. Вот что самое главное нужно понимать. И с гантелями вы сможете очень хорошо прокачивать ваши дельты. Что касается жима, что касается отведений в стороны и, естественно, работы на заднюю дельту. Друзья, воспользуйтесь этими советами. Найдите для себя нужную, удобную для вас амплитуду движения. И самое главное помните, нельзя опускать гантели ниже уровня ушей. В идеале, в идеале до уровня ушей и большие пальцы смотрят немножечко вниз, как будто выливаете воду из кувшина. При этом, если вы видите, плечо у меня, вот от локтя до плечевого сустава, это плечо, оно параллельно полу. Вот при такой технике, при такой амплитуде вы не травмируете свои дельты, свои плечевые суставы, если они у вас здоровые. И если у вас уже есть какие-то проблемы, вы сможете найти ту амплитуду движения и ту биомеханику вашего движения, именно работая с гантелями. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен. Обязательно посмотрите мои ролики предыдущие о том, как укреплять плечевой корпус, о том, как стабилизировать лопатку, потому что это залог не только прокачки ваших мышц, но и сохранения и улучшения вашего здоровья. Ставьте лайк, если понравилось, пишите в комментарии. Ставьте дизлайк, если не понравилось, но обязательно пишите, что вам не понравилось. Лучшая благодарность для канала – это поделиться данным роликом в своих соцсетях. Ну а мы, как всегда, увидимся с вами в следующий раз в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Всем привет! Меня зовут Виталий Фатеев. Всем подписчикам канала Heavy Metal Gym большой респект отдельно Георгию за те видео, которые он выпускает. Я смотрю, что очень прогрессивно и идет большой объем информации, в котором просто можно заблудиться, он может найти все ответы на ваши вопросы. Скажу вот что. У меня появился свой канал, который вы можете тоже найти на ютубе, и у меня уже есть первое видео, которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал. Специально для вас. Соходите, подписывайтесь. Меня зовут Виталий Фатеев, я профессионал IPB, занимаюсь бодибюлдингом. И что, желаю вам прогресса, новых результатов в спорте. Редактор субтитров А.Семкин